Ценная садовая культура виноград с древних времён и до наших дней возделывается обширными площадями виноградников для производства вина. А в свежем виде зрелые ягоды винограда любят многие из нас за их вкус, красоту грозди и полезные свойства. Род растений виноград из семейства виноградовые, включает около 70 видов многолетних растений и лиан, которые произрастают в тёплом и умеренном климате. По месту распространения и происхождения природные виды винограда разделяют на европейско-азиатскую группу, американскую и восточно-азиатскую. Виноград – это многолетняя лиана, может расти и плодоносить до 50-80 лет при благоприятных условиях. Мощная корневая система растения приспосабливается к различным почвам. Каждый год из почек на многолетней древесине появляются новые молодые побеги. Они состоят из отчленений и в местах их соединений в узлах развиваются листья и пасынки. Также на нижних узлах однолетних побегов формируются соцветия, а выше по мере вырастания побега образуются усики, которыми лоза цепляются за опору. Листья на стебле расположены очередно, по форме они трёх и пяти лопастные. Появляются соцветия у винограда в мае, время цветения – май-начало июня, соцветия – метёлка с мелкими зелёными цветками. Все культурные сорта винограда в соцветиях имеют женские и мужские цветки и обычно не нуждаются в перекрёстном опылении. После цветения формируются плоды – ягоды, образующие плотную гроздь. Время созревания ягод винограда – август-сентябрь. Ягоды винограда в зависимости от сорта бывают круглой, яйцевидной или вытянутой формы, также различаются по величине. От внешнего воздействия мякоть ягоды сохраняет кожица с восковым налётом. В центре находятся семена, обычно от 1 до 4 штук, жёлто-коричневого цвета, но есть сорта, которые не образуют семечек. Сладкие сочные ягоды винограда очень вкусны, но из-за большого содержания сахаров, виноград считается высококалорийным продуктом, поэтому его не рекомендуют людям с избыточным весом или больным диабетом. Рекомендуют есть ягоды винограда или пить виноградный сок как общеукрепляющее средство. Большое содержание органических кислот, витаминов и минеральных веществ оказывает полезное действие на организм человека. Если вы решили выращивать виноград на своём участке, необходимо правильно выбрать сорта, изучить условия, которые необходимы для развития растения и правила ухода. При выборе сортов винограда при выращивании в средней полосе России с умеренным климатом необходимо обратить внимание на следующие характеристики. Первое – это срок созревания. Очень важен при выращивании винограда в районах с коротким летом. Сверхранние сорта созревают менее чем за 90 дней, очень ранние – за 90-100 дней, ранние – за 100-110 дней, средние – за 120-130 дней, средне-поздние – за 130-140 дней, и поздние – не более чем за 140 дней. Для умеренного климата подбирайте сорта, созревающие до середины сентября, чтобы успеть собрать урожай до первых заморозков и дать время растению накопить силы к зиме. Второе, на что следует обратить внимание – это морозоустойчивость. Растение должно выдерживать не только максимально отрицательные температуры зимой, но и переносить зимние оттепели, перепады температур, обледенения и холодные ветра. Неморозоустойчивые сорта можно выращивать там, где зимой температура не опускается ниже минус 15 градусов. Средне-морозоустойкие сорта винограда переносят зимы с похолоданием до минус 19-23. Сорта повышенной морозоустойчивости выдерживают отрицательную температуру зимой до минус 24-27. Высоко морозоустойчивый виноград можно выращивать в районах с морозами зимой ниже минус 27 градусов. На повышение морозоустойкости растения влияет правильный уход, своевременные подкормки, полив, обрезка, правильное формирование. Выращивая виноград в средней полосе России, следует укрывать на зиму сорта даже с повышенной морозоустойчивостью. По личному предпочтению выбирайте сорта винограда по качеству ягод. Прежде чем купить саженец винограда, желательно попробовать его ягоды на вкус. Так, например, американские давно известные сорта Изабелла, Лидия растут у нас хорошо, но у них посредственный кислый вкус. Если вы хотите получать урожай сладких ягод с оригинальным вкусом, приобретайте саженцы винограда современных сортов в специализированных питомниках. Размер, форма и цвет ягоды также имеют значение для эстетического восприятия. Красиво смотрятся крупные грозди винограда. Сейчас есть сорта винограда, у которых грозди вызревают массой от 500 до 800 грамм до 1 килограмма. Форма и плотность ягод в грозди также необходимо учесть. К сожалению, большинство сортов винограда с крупными гроздями более позднего срока созревания, поэтому их выращивают только в теплом климате. По форме ягоды могут быть округлые, овальные, цилиндрические, изогнутые, каплевидные. По цвету ягоды винограда бывают зеленые, желтые, красные, синие, фиолетовые. Необходимые условия окружающей среды для нормального развития винограда и получения с него хорошего урожая – это тепло, свет, влажность и питание. В южных странах достаточно долгое лето с постоянно высокими температурами, поэтому там виноград вызревает сладкий и ароматный. В северных районах успевают вызревать только ранние сорта винограда. Оптимальная температура для созревания ягод винограда – плюс 28, плюс 32. При пониженной температуре в них мало накапливается сахара, поэтому в северных районах или в холодное лето виноград созревает с более кислым вкусом. Солнечный свет очень важен для нормального роста винограда. Если вы посадите в саженец даже в полутень, его побеги будут тонкими, вытянутыми, а листья блекными, растение будет легко поражаться болезнями, а урожай ягод значительно терять в качестве вкуса и цвета. Поэтому виноград не следует садить под кронами деревьев у северных стен. Для устройства небольшого виноградника отведите наиболее освещенное солнцем место, можно устроить шпалеру около южной стороны стены дома или на открытом месте с защитой от сильных ветров. А теперь поговорим о почве. Виноград может расти на различных почвах, но наиболее благоприятно – легкая, хорошо удобренная и дренированная земля с содержанием крупного песка. Такая земля хорошо пропускает воздух и влагу, быстро прогревается. Непригодны для выращивания винограда заболоченные и солонцеватые почвы. Надеемся, что информация была очень для вас полезна. Спасибо за внимание. Будьте ближе к природе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok